Всем привет, друзья и лучки канала. Мы продолжаем с вами работать на карте Зелёновка. Со мной сегодня играет Иван. И сегодня мы взяли контракт. Точнее, не сегодня, а вчера. Я взял контракт на уборку картошки. 17 тысяч всё же, на дороге не валяют. Так, Иван, ты на чём будешь? На тракторе или на комбайне? Хорошо, тогда я на комбайне. Вот такой нам грейм дали. Мне особо нравятся поворотники. Очень нравятся. Так, ну поехали. Размаживаемся. Вот так же я засеял вот эти поля. 52, 53, 54. Я засеял их ячмой. Так, давайте GPS. Две никуда. Вот. Всё. Работает. Две GPS никуда. Так что... Поехали. Иван, как всегда. Кстати, это техника ИТЛС, по-моему, да или нет? Я никогда не видел, это был Грейм. Круиз 10 км в час, если что-то так. Вот. И у нас, друзья, с вами есть такая цель. Не знаю, не цель, не цель, но задание. Купить все поля. У нас вот такая вот... Нам на прошлом стриме дали идею такую купить все поля. Так как поля здесь недорого, в принципе, стоят. Вот эти особенно поля. 15, 17, 11, ну что за деньги? Смешные деньги. Вот. И мы решили, чтобы скупить все поля и их объединить в одно большое. Таким образом мы сможем купить и побольше трактора, и большое оборудование. Так как полей у нас будет много, и они будут большими у нас. Вот это, конечно, шайтан-машин. Так, ну я чувствую, убирать на это поле будем долго. Ясно, наверное, так точно. Вот. И у нас, друзья, 3 тысячи. 3 тысячи, и у нас есть кредит. 155 тысяч. То есть, мы хоть и начали с вами на легком уровне сложности, но все равно мы сами себе решили сделать хардкор. Ну, я думаю, мы выйдем в большой плюс, выполнив этот контракт. Так, продолжаем работать. Так, продолжаем. Легко сбились у меня там настройки руля. Куда везти? А там... Это уже полный, да? Там надо везти его... Картофель-перерабатывающий завод. Картофель-перерабатывающий завод. Ну, конечно, и шайтан-машина, я вам скажу, друзья. Ну, и шайтан-машина. Работает. Работает. Потихоньку, не спеша. Ну, кстати, друзья, сегодня же у нас декабрь месяц. Сегодня у нас 7 декабря. На... На национальный год. Новогодние скидки. Осенняя распродажа с ними уже закончилась. Напишите, кстати, в комментариях, что вы купили себе на осенние распродажи? Я много чего тебе приобрел. Так, я вот понехал. Извиняюсь. Так. А вообще сколько вот это поле у нас стоит? 68 тысяч, 61, 30 и 37. Ну, короче, по 200 почти тысяч нам надо, чтобы купить вот эти все поля и их объединить. Куда везти на карте, покажу. Вот сюда. Где этот там картофель перерабатывающий завод? Так, пройди мне. Нет, никто. Нет. Нет. Вот, Ницкая фабрика облик общих животных, пекарня, супермаркет, Техлоцентраль, мусородробилка. А где, действительно, а где картофеля, картофелеперерабатывающий завод? А, вот он. И вам, вот он. А стоит это все дело? 120 тысяч. Ну, да. Уидел? Тут рядом, короче говоря. Кхм. А что? Тянется, что ли? А, какой-то куст. А мне показалось, комбайном, что это пшеник. Да, конечно. Вот, представьте, в реально таком работаете, а? Тут тебе на все удобства. Пробуй, и чертами оближен. Поворачивайте те колеса, приятно. Поворачивайте те колеса, приятно. Ну, прям, друзья, сказка. Так, а у нас же там еще один прицеп, да, есть у нас на базе. Прицепы продать за 13 метров. У нас еще два прицепа есть, так что... Кхм. Не, ну так-то мы, наверное, это поле быстро уберем. Хотя, что-то я сомневаюсь, что мы его быстро уберем. А, это вот регулирование. А, это вот регулирование. Круп. Можно вот так или... Можно вот так сделать. Никогда вот в таком кабаре не катался. Ни, тут способ управления колес. Ух, круто. Это, знаете, как на классе в пятитысячном можно менять управление колеса. Где-то я вам покажу. Вот на этом классе можно менять тоже управление колеса. Так, это вот 22 тонны картофеля у нас. Так, хорошо, пока его разгружают, и я пока что... Это 25 километров ездит, а этот 42. Возьму, пожалуй, прицеп и двумя критиками разгружать. Так будет, скорее всего, быстрее. Иван, у тебя же 10-ти тонны картофеля, да? А, 20 лет он. Тогда я, наверное, зря что поехал сюда. Ну, ну да ладно. Пускай будет. Я почему-то думал, что Ивана 20-ти тонны. Ой, а я чуть-чуть не помню. Нет, ну тогда... Слушай, тогда нормально. Будешь сюда не спинать, подлежать, послужать. Да, конечно, шайтан машина еще та. Конечно, до МТЗ, ХТЗ и прочего нам еще далеко. Мне там спрашивали, будут ли здесь старые МТЗ, ХТЗ и Ежеснини. Будут, друзья. Они будут, но нам до них пока что далеко. Нам бы хотят наши первые деньги заработать. А там уже будем думать над покупкой старой советской техники. Так, а какие у нас еще там контракты есть? Контракты, сбор урожая, тюкование. Нет. Ну, с чем, чем отюкованием здесь я заниматься не хочу. Мы с вами на Эн Крик уже наотюковались уже поперек горла. Тюкование стоит. Так что... Здесь мы будем заниматься всем, но не тюкованием. Тюкование. Да... Вмени. М-м-м. Так, а что у нас вообще по бутехнике? М-м-да. По бутехнике у нас ничего. М-м-м. Сейчас я развернусь и там у меня уже разгрузочные ходы. Так. Всё, разгружай. Кстати, да, друзья, нам, мне предлагали в комментариях такую мысль. Объединить поля 53 и 54. Я вот думаю. Правда, я так думаю. А не вот если так посмотреть, то в теории можно их ещё объединить. И будет одно большое якобы поле. Ну, друзья, я думаю, мы это повеснее, да, будем делать. Объединять вот эти два поля. Вот. Вот это нет. Вот это тоже предлагали объединить с этим, но нет. Это поле и так нормально. Так. Кстати, вот мне Бальтер нравится в 22 эфире. Да и в 19 она вообще была мощь. Ага. В 19 она всего лишь я и стала улыбной. В 21. В 21. В 21. В 22. В 22. В 23. В 22. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сами, наверное, съездим и продадим урожай. Так как денег у нас как кот наплакал. Так, что мы можем, друзья, сейчас продать? У нас есть пшеница. Мы можем продать пшеницу на Элергат. Давайте, наверное, пшеницу с вами мы и продадим. Много денег заработаем с вами. Или не будем продавать, чтобы какое-то вот end value на запас. Что-то, друзья, не знаем. Продавайте, продавайте. Все-таки на сольный день пшеница нам понадобится. Если мы полностью в минус уйдем, то нам она понадобится. Пшеница. Ну, а эти 23 тонны... А у нас больше ничего и нет. Ну, ладно, не будем мы продавать пока что пшеницу. Да, я вот так быстро меняю свое мнение. Пока продавать мы ничего не будем. У нас есть, друзья, контракт. У нас есть с вами... Будут деньги, точнее. Так что... Так что давайте пока посмотрим, какие мы производства можем купить. Иван, ты куда там доехал? Так, я бы, друзья, купил пекарню. Где у нас пекарня? Вот она, пекарня. Вот, я бы ее купил. 50 тысяч она стоит. Но к пекарне нам нужна и мельница. Фабрика консервов. Консервы. 110 тысяч. Ну, друзья. Разбогатеем, разбогатеем. И это у нас все будет. Куплено. Вот. Ну что ж, друзья. Не буду вас утомлять рутинной работой. Так, вот, встретимся с вами уже в следующей серии. Будем продолжать работать. Ну и пока что с Иваном. И здесь за кадром подругимся. На этом все. Всем удачи. Всем спасибо. И всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok